Рассмотрим еще один пример, перпендикулярный двум предыдущим. Вот такая довольно стандартная комбинаторная задача для программирования. Фрилансер зарабатывает деньги выполнением заказов и хочет максимизировать доход. Вот математическая постановка, это задача, называемая задачей об интервальном расписании. Даны К заказов, которые можно выполнить. Каждый заказ это тройка. Мы считаем элементы этой тройки натуральными числами для простоты. При этом первый элемент не превосходит второго. Ну и значение этих трех параметров это время, когда надо начать выполнение заказа, время, когда надо закончить выполнение заказа и ожидаемый профит. Соответственно, в этой постановке фрилансер, он один, он не распараллеливается сам по себе. Он не может выполнять в один и тот же промежуток времени два заказа одновременно. Вопрос, какой максимальный доход можно получить, выполняя эти заказы. В каждый момент времени можно выполнять не более одного. То есть два заказа могут по точке только пересекаться, по интервалу не могут. Собственно, это ситуация, где рекуррентное соотношение является основой для применения динамического программирования. Динамическим программированием можно найти и оптимальный список заказов, но вот в рамках этого курса мы поговорим только про вычисление дохода. Для удобства формализации задачи мы не знаем количество заказов, поэтому мы считаем, что у нас есть бесконечный список заказов, и он упорядочен по возрастанию дедлайна EIT. То есть у нас в задаче нам дается последовательность BIT, EIT и CIT. И, собственно, мы хотим понять, какой результат, какой доход можно получить с первых N заказов. И обозначим это как F от N. Понятно, что мы скажем, что F от 0 это 0. У нас заказы с первого начинаются, у нас никакого изначального бонуса нет. Мы только с этих заказов получаем деньги. Вот, и мы хотим выразить F от N через значение F в каких-то меньших точках, при меньших значениях аргумента, и использовать это рекуррентное соотношение для того, чтобы методом динамического программирования просто заполнять массив значений F от N. Для ИТ-ого заказа введем параметр PIT. PIT – это наибольший номер К, такой, что EKT меньше, чем BIT. Можно считать, что меньше либо равно, если мы договоримся разрешить двум заказам пересекаться по одной точке. Итак, что это значит? Это означает, что если я хочу, как фрилансер, выполнить ИТ-ый заказ, то до ИТ-ого заказа предыдущий заказ, который я мог взять, он имел номер не больше, чем PIT. Потому что заказы с большими номерами, они уже будут пересекаться с моим заказом по времени. Ну или вообще будут после него. Мне интересует то, что до ИТ-ого заказа. Если такого К не существует, то мы кладем PIT равное нулю. Это означает, что до ИТ-ого заказа мы не могли выполнить ни одного. Итак, что мы знаем? Если мы выполнили ИТ-ый заказ, то перед ним выполнен заказ с номером не больше, чем PIT. Пусть у нас есть какая-то оптимальная последовательность заказов, которая нам приносит этот самый доход FATN. Тогда давайте поймем, как вычислить FATN. Вот у нас есть оптимальная последовательность заказов, выбранная из первых N штук. В этой оптимальной последовательности либо есть N-ый заказ, либо его нет. Если там нет N-ого заказа, то эта последовательность является оптимальной для первых N-1 заказа. А если N-ый заказ там есть, то предыдущий заказ, который там есть, он имеет номер не больше, чем PN. И значит, до N-ого заказа там выполнена оптимальная последовательность для заказа с первого по PN. Соответственно, цену, которую я могу получить, это FATN плюс цена N-ого заказа. Соответственно, у меня для оптимального моего выбора заказов из N штук есть ровно два варианта. И либо выбрать оптимальный для N-1, либо взять N-ый и взять оптимальный из вот этого по множеству. Ну и, собственно, поскольку у меня должен быть оптимум, то максимум достигается либо здесь, либо здесь. Этот самый оптимум. Если я возьму максимум из этих двух значений, я оптимум получу. Ну и таким образом я могу вычислить FATN при любых допустимых значениях параметров. Все, что мне требуется, это вычислить вот эти вот самые P и дальше заполнить слева направо весь массив для динамического программирования.